Интернет имеет все-таки свои ограничения, но он позволяет заглянуть и в прошлое. К примеру, в то время, когда в провинции не наплодились в немеренном количестве дилерские центры. Давайте заметим очередную форму глупости. По сути, хозяев мультибрендовых салонов мухозапердянских всего трое. А теперь подумайте, какая тут вообще возможна конкуренция, когда каждый из этих трех продает конкурента себе же любимому. То, что мы имеем на сегодняшний день, это отстой, и отстой информационный. Без должной раскрутки выбор остается только за покупателем. А он у нас сероват как-то. То ли дело было ранее. Каждый чувак, у которого были яйца, пытался начать. Часто оказывалось, что яиц нет, и сдулись все продавцы правого руля. Сдулся Леня Браславский. Но было время, было дело. Приезжала даже радость-то наша. Первый салон, который дал дорожному патрулю, или не помню уж кому, служебные достойные иномарки. Это Мусса Моторс. Конечно, до такого уровня в провинции дело не дойдет. И лучший из лучших на более достойных уважения авто может, да и заставляет краснеть тех дилеров пластмассовых авто. Но не имея ранее возможности дать магнитогорцам возможность прокатиться на том, что никогда в то время мы бы и не увидели, рядом с заглохшим от жадности аэропортом этого когда-то летающего города был организован покатушный фестиваль. Не то, что машины попались уникальны, просто на пару дней в нашу дойру закатила Москва. И, как ни странно, не с целью бабла ломануть. Да, посмотрели, да, хорошо. Ну, молодцы, хоть чем-то развлекли провинцию. А нам остается далее искать машинки на рынках, пока три конкурирующие фирмы маринуются со своими конкурирующими брендами. Да и меня это начинает доставать. Где машины марок Линкольн? Где Ланча? Где Меркури? Где Опели? Где нормальные Крайслеры американские? Где Шевики? Я не понимаю. Мы ездим на хороших, но не на изумительных машинах. Да, понятно, абсолютно идиотская растаможка. Да, понятен тупорылый транспортный налог. Но где нормальные американские пикапы? Где? Блин, при том, что мы типа можем развиваться, так дайте нам возможность выбора. Сейчас я вам объясню. Редкий нормальный автомобиль, нормальный, стоит меньше 4,5 лямов. За эту сумму можно взять и нормальный, и чуть-чуть бэушный автомобиль из Америки, Англии и Японии. Он будет явно круче, чем стандартные бумеры и Мерседесы. Явно и качественно он будет другим. Понимаете правила? В свое время от бумеров магнитка лопалась. Теперь все лопаются от Мерседесов. Растаможка с прибылью от 1,5 до 3 миллионов. Это будет реальная крутизна. Вы что за 1,5 ляма здесь себе возьмете? Ну, по цене реальное говно. А так, супер машину в вашем любом руле. И вы знаете, знающий человек оценит и такое качество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова